Привет, симрейсеры! Сегодня поговорим про очередной баковые рейсинги, откуда он взялся, на что он влияет и когда нам ждать исправления. А спонсор сегодняшнего видео компания SimProjectX и ее основатель Николай Романов. Один из важнейших элементов в симрейсинге, от качества которого безусловно зависит многое, это кокпит и как его еще называют риг, скелет вашего симулятора. Так вот, SimProjectX уже более двух лет специализируется на производстве и продаже самых крепких и гибких в настройках кокпитов из алюминиевого профиля, которые к тому же очень стильные в черном цвете. Помимо кокпитов в продаже есть стойки для мониторов, трипл скринов, все возможные крепления бас, мониторов, коробок передач. И отдельно хотелось бы отметить о появлении креплений для бас фанатек CSL DD и DD Pro. Я бы и сам от такого не отказался, но уже после кокпита. В общем, если нужен кокпит, рекомендую заглянуть в эту группу. Вас проконсультируют и дадут максимум информации, как начать свой путь в симрейсинге. И, конечно же, продадут вам кокпит Black Edition. Все ссылочки, как всегда, в описании под видео. Давайте напомню, с предыдущего, так скажем, скандала в iRacing прошло три месяца. Тогда мы говорили про так называемый брейк-дрэгинг, когда на квалификации пилоты получали преимущество за счет странного прогрева шин. Я это не могу до конца назвать прогревом, потому что там не было ощутимого влияния на температуру, на давление. Если будет интересно, про это лежит на канале видео, можете глянуть. Сегодня же мы поговорим про новый баг, эксплойт, чит, как хотите называйте, связанный с травой. Называется он Grass Gate, Grass Dipping, Tire Dipping. Проявился он на спешл-эвенте 24 часа спа. Спешл-эвенты в iRacing это серьезная тема. Собираются много сильных команд, в которых помимо звезд iRacing можно встретить таких людей, как Макс Ферстатт, Иландо Норрис, Грожан и же с ними. И что бы вы думали, смотря официальную трансляцию или какие-то отдельные стримы пилотов, можно было увидеть, как вот по прямой Кемеля едут паровозиком правой частью машины на асфальте, а левой частью двумя колесами на траве. Просто какой-то дичайший абсурд, все это выглядит абсолютно нелепо, несерьезно, сломано. И вообще такого быть не должно. Как выяснилось, пилоты использовали баг игры. Они охлаждали таким образом шины и получали на остальной части круга преимущество. И баг этот, кстати, уже раньше проявлялся. В связи с чем в правилах этой гонки было указано, что использование, так скажем, езды по траве будет наказываться. Пилоты об этом знали, но, как видите, запретный плод сладок. Использовали эту штуку очень многие. При этом, несмотря на то, что это происходило в прямом эфире, все это видели, непосредственно никаких наказаний во время гонки не было. Обещали всех там оштрафовать, но, я так понимаю, на данный момент еще ничего не произошло. Поэтому почему не было каких-то наказаний, почему не давали драйв-тру за намеренное использование этой фичи, непонятно. Теперь второй момент. Что же происходит с тачкой, с шинами, когда пилоты вот так вот выезжают на траву и якобы начинают их остужать? Я проехал две сессии. Одну сессию, как обычно, вторую сессию уже с травой. Во второй сессии я езду по траве использовал не только на боевом круге, но и на круге выезда. И могу сказать, что да, когда ты ездишь по траве, машина потом на асфальте в поворотах начинает цепляться за дорогу лучше. Едет стабильнее, едет быстрее, и вы выигрываете на этом время круга. То есть за несколько попыток езды в рамках правил лучший круг, который я собрал, 2 минуты 14.3. При первой же попытке с травой я собрал 2 минуты 14.0. Дальше я уже тестировать не стал, потому что все стало ясно. Телеметрию я специально записал. Вот она, два моих круга. Красный круг с использованием травы, синий круг без травы. Давайте посмотрим. Помните, я сказал, что на круге выезда во второй сессии я тоже использовал траву. Давайте посмотрим на начало боевого круга, что там творится с шинами. Температура шин практически одинакова. То есть, несмотря на то, что круг прогрева в втором случае я проехал с травой, на температуру шин это особо не повлияло. Давление в начале боевого круга отличается всего лишь на две десятки. Можно сказать, тоже никакого влияния здесь нет. Давайте передвинемся. Кемилл стрейт, так называемый. Открываем температуру шин. Вот это у нас левая сторона. И вот здесь видно, что я на красном графике заезжаю на траву. Вот именно вот это место. И сразу видно, как температура на круге с травой сразу уменьшается. Вот смотрите, внутренняя часть покрышки левого колеса на 9 градусов холоднее, средняя часть на 5, и внешняя часть почти на 1,5 градуса. На заднем колесе почти то же самое, 9 градусов, внутренняя часть 6 градусов, средняя часть, а вот внешняя часть охладилась сильнее на 5,5 градусов. При этом, если в этом же месте, где шины охладились, посмотреть на давление, то здесь никаких скачков нет. Оно также равномерно растет, как и на синем графике, где траву мы не использовали. Разница в давлении, я считаю, в пределах погрешности для iRacing. Поэтому вот дальше происходит какая-то магия, потому что охладив шины, проехав в серию поворотов и выйдя на более-менее прямой участок перед Пуёном, мы видим, что на графике температура шин на круге с травой сравнялась с температурой шин на круге без травы. Всё. Типа вот в этом месте, можно сказать, эффект должен был уйти. Но при этом, когда ты проезжаешь остаток трассы, ты чувствуешь, что машина лучше цепляется за дорогу, ты можешь быстрее ехать эти повороты, чувствовать себя более вальяжно и комфортно на машине. При этом, когда ты едешь без использования травы, у тебя машина уже начинает как-то немножко ставиться боком, жопка начинает играть, и ты аккуратничаешь. Но при этом, когда я смотрю на график температуры шин, я не могу сказать, что это происходит из-за разницы в температурах. Где-то температура колёс выше на синем круге, где-то на красном. Когда ты выходишь напрямую, она выравнивается. То есть я не могу сказать, что разница именно в этом заключается. В давлениях, опять же, всё в пределах погрешности. Поэтому здесь не получается ответить до конца на вопрос, что с машиной происходит и как это работает. Ну и третий момент, в котором ты просто задаёшься вопросами. Какого чёрта вообще происходит? Почему я, выезжая на траву на огромной скорости, во-первых, не теряю скорость? Во-вторых, машина хоть и колбасит, но машина не начинает вилять куда-то, потому что очевидно, что разница в покрытиях очень большая. Тут грунт с травой скользкой, а справа у тебя накатанный асфальт. Почему не происходит каких-то дисбалансов, машина едет всё равно ровно? Почему на шины не налипает всякое говно, грязь, трава, пыль? И впоследствии, выезжая на асфальт, ты не то чтобы не теряешь сцепление, что именно должно происходить, а наоборот, у тебя машина лучше начинает держаться за дорогу. Вот эти дырки в симуляции. Да просто этот момент можно банально быстро, временно поправить с каким-то простым скриптом. Выехал на траву, у тебя на тех шинах, которыми ты выехал, минус какой-то коэффициент сцепления на определённое время, пока они типа не почистятся. Либо просто сделать так, чтобы трава реально замедляла машину. Этим вы вообще двух зайцев убьёте. У вас и баг с шинами плюс-минус уйдёт, и народ перестанет расшибаться при малейшем выезде на траву. Ну а судя по официальным ответам разработчиков Air Racing, да, они следят за этой ситуацией, ведут, ищут какие-то решения, но на данный момент баг этот прекрасно работает, поэтому пока ничего не пофиксили. Будем ждать апдейтов, потому что такого быть не должно, особенно в такой игре, как Air Racing. Очень надеюсь, что это скорее поправят. Ну а вам, друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и увидимся на стримах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова